Анищенко Глеб Александрович. Загадки и отгадки русской литературы. Издательство Директ Медиа. Книга «Загадки и отгадки русской литературы» содержит разбор хрестоматийных произведений русских писателей XIX-XX столетий. Свою попытку уловить и проявить дух православия и народный характер, отразившийся в русской культуре, автор называет метафизическим прочтением. Рассматривая литературу как один из путей постижения истины, в частности, мирской путь, автор раскрывает многочисленные загадки нашей литературы. Третьей составляющей книги является тема революции. Ее понимание охватывает в России все главнейшие проблемы бытия. Проведен разбор главных произведений русских писателей, как сторонников революции, так и ее противников, показывающий, что тема революции неизбежно преломляется у них в религиозно-мистическом плане, а сама революция предстает как духовно-нравственное явление, имеющее антихристианскую направленность. Это второе, переработанное и дополненное издание книги, опубликованное ранее под названием «Православие. Литература. Революция». Раздел. Первый. Загадки и отгадки русской литературы. Плывя по беспредельному морю тайн и таинств русской литературы, мы незаметно очутились посередине этого океана. Жутко, от обоих берегов одинаково далеко, а вглубь всматриваться страшно, да и опасно. Ильин. Предисловие. Эта книга переменила несколько названий. Дело было и в некоторых внешних обстоятельствах, но главным образом в том, что ее довольно трудно определить как в тематическом, так и в жанровом плане. Проблематика работы лежит в обширно-религиозной, идейно-философской и культурно-исторической сфере, хотя непосредственной темой является русская литература 19-20 столетий. Однако книга ни в коем случае не сводится к сугубому литературоведению, еще менее к историософии или политике. Чтобы дать какое-то представление о работе, скажу несколько слов о ее замысле. В 1987-1988 годах в журнале русской христианской культуры «Выбор» Виктора Ксючиц и я издавали его в Самиздате и за границей, был опубликован цикл моих статей. Первоначально он назывался «Образ революционера» в русской литературе, и это название довольно точно определяло главную тему. Однако для Самиздатского православного журнала той поры оно звучало уж чересчур вызывающе, и его пришлось заменить на более нейтральное загадки и отгадки русской литературы. Работа состояла из трех частей. Первая – Пушкин. Вторая – Достоевский, Чернышевский, Тургенев. Третья – Горький, Блок, Маяковский. Разбор главных произведений этих авторов показал, что при всем различии мировоззренческих подходов, тема революции неизбежно преломляется у них в религиозно-мистическом плане. Если творцы революций на первый план всегда выдвигали социально-политические проблемы, то перед писателями революция неизменно представала как духовно-нравственное явление. Когда книга печаталась в православном издательстве «Паломник», название вновь пришлось изменить. Требовалось что-то, что отражало бы тематическую направленность паломника. В 2010-м книга вышла под названием «Православие». Литература. Революция. Понятия литературы и революция – главные тематические линии моего исследования. Православие же не тема, а мировоззренческая платформа. Поэтому такое соединение понятий выглядело несколько искусственно. В новом названии я решил совместить два первоначальных – образ революционера, одна из главных тем, и загадки – композиционная нить, соединяющая разные главы. Революции вот уже в течение нескольких столетий определяют собой бытие России. С культурной, антинациональной революции Петра I начался принципиально новый исторический этап, охвативший XVIII и XIX века. Развитие России, да и всего мира, в XX веке было обусловлено классовой, антисоциальной революцией Ленина. У истоков XXI столетия стоит криминальная, антигосударственная, революция Ельцина. И в будущем России неизбежно придется совершать выбор между революционным и эволюционным путями развития. Так сложилось, что отношение к революции, понимание ее, охватывает все главнейшие проблемы бытия как в физическом, так и в метафизическом аспектах. Может показаться, что рассуждать сегодня о революции есть либо специфическое дело профессиональных историков, либо некий анахронизм ностальгии по коммунизму или по антикоммунизму. Действительно, к началу 1990-х в обществе укоренилось самоуверенное убеждение, что все и так ясно. Не слишком ли быстро мы все поняли? Накануне краха советской власти, лишь избранные умы приближались к глубинному осмыслению коммунизма и эпохи коммунистической революции в России. И вдруг, все в одночасье оказалось очевидным даже для последнего школьника. Так не бывает. Проникновение в суть вопроса мы заменили чтением газетных заголовков. Нашими учителями стали не церковные пастыри, не писатели, историки и философы, даже не политики. Самые сложные проблемы нам растолковывают телеведущие и газетчики, режиссеры и актеры. Но вы посмотрите, что из себя теперь менят артисты. Еще недавно властителями умов были писатели, а теперь их затмили лицедеи, некоторые стали почти как пророки. И что самое странное, все слушают и дорожат их мнением, актриса Екатерина Васильева. Погружению вглубь и движению вперед в постижении истины мы предпочли хаотическое поверхностное скольжение. Укоренилось убеждение, заимствованное из американской культуры, что все, даже самые глубокие и сложные вопросы, можно разрешить за один шаг, прямо на телеинтервью сформулировать ответ за 30 секунд. Русская культура развиваться подобным образом не способна. Вот она нынче и не развивается, впав в глубочайший кризис из-за отсутствия религиозных, нравственных, идейных и эстетических ориентиров. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком и во всех моих суждениях. Даже самый искусственный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то значит нет и ничего, так говорил чеховский герой, характеризуя человека эпохи конца 19 века, эпохи безвремения. Ровно через столетие все повторилось. Конец 20-го, начало 21 века, новая эпоха безвремения. Долгоподобное положение, конечно, не сохранится, ориентиры будут найдены. Другое дело, где и какие. В конце концов, то же самое скольжение по поверхности может окостенить в традицию, что и произошло, например, в культуре американской. Поэтому именно сегодня от нас требуется отыскать духовные идеалы и соответствующие им земные ориентиры. Это дело нелегкое. Поскольку в последние три века Россия развивалась главным образом скачкообразно, революционно, то традиции обрывались, не успев народиться и закрепиться. Знаменательно, что мы сейчас окончательно запутались в понятиях традиционализм, консерватизм, прогресс, правый, левый. Неясно, что именно выбирать за точку отсчета, какие именно традиции ставить во главу угла. Монархические, демократические, либеральные, коммунистические. Поэтому единственным выходом является опора на традиции иного рода, духовные и национальные, на дух христианства и народный характер, отразившиеся в русской культуре, в широком значении слова. Именно здесь можно найти твердые основы для органичного развития. Православная церковь сохранила и донесла до нашего времени высшие духовные идеалы. Духовный прорыв совершила и русская культура. Однако страшной и во многом определяющей трагедии России является то, что начиная с 18 столетия, духовно-религиозное и культурное развитие механистически разъединялись и прямо противопоставлялись. Печальным символом этого разъединения представляется тот факт, что два современника, величайший подвижник, преподобный Серафим и величайший поэт Пушкин, так никогда и не встретились друг с другом. Устранение разрыва между христианским миропониманием и культурно-историческим творчеством должно стать сейчас, на мой взгляд, одним из главных направлений, а может быть и самым главным русской духовности. И начинать придется с осмысления относительно близкого прошлого, двух последних веков нашей истории и культуры. Из этих посылок и принципов я исходил, работая над книгой. Часть первая. Пророки. Глава первая. Слово и дело. Грибоедов. Я слышу возмущенный крик. Кто же Грибоедова не знает? Вы, вы. Блок. Грибоедов и его горе от ума начинают собой как великую русскую литературу, так и длинную цепь ее неразгаданных до сих пор загадок. Назову некоторые из них. Грибоедов — единственный великий русский писатель, создавший всего одно значительное произведение. Комедия была завершена к 1824 году. Вспомним, что Пушкин в это время только приступил к Онегину, пребывая еще автором прекрасных романтических стихотворений и поэм, но не тем гением, которого мы сейчас знаем. Настоящий Пушкин родится в Михайловском именно в том году, когда Грибоедов, взлетевший однажды на высоту, подобную Пушкинской, внезапно умрет как писатель. Почему? Почему пьеса, задуманная автором как комедия, оказалась вовсе не смешной? Иные литературоведы даже приклеивают к ней ярлык драма. С другой стороны, некоторые театральные режиссеры насильственно облачают грибоедовских персонажей в водивильные одежды. Почему именно горе от ума, скованное многими условностями классицизма, начинает эпоху реализма в России? Почему произведение, тематику которого часто сводили к обличению нравов 18-19 веков, стала неотъемлемой частью русской литературы, делавшей акцент не на временном начале, а на вечных ценностях? Почему про декабристскую комедию, как, опять же, мы ее часто воспринимаем, написал человек, весьма скептически относившийся к декабризму? Неразгаданными остаются и характеры главных героев. Этот вопрос поставил еще Пушкин, впервые прослушав комедию, но мы до сих пор не удосужились на него ответить. Кто такая София? Не то блять, не то московская кузина. Кто такой Чацкий? Не то умный, не то глупец. Думаю, что неразгаданность большинства этих загадок происходит от того, что мы слишком плоско воспринимаем грибоедовский текст. Испытывая несчастную доверчивость к буквальному значению слов и не понимаем басни, если в конце ее не находим норовоучения, как заметил Лермонтов, правда по иному поводу. А ведь Грибоедов предупреждал, говоря о горе от ума. В превосходном стихотворении многое должно угадывать. Не вполне выраженные мысли или чувства, тем более действует на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним намеком, но его поняли, все уже внятно и ясно и сильно. Для этого с обеих сторон требуется, с одной, дар, искусство, с другой, восприимчивость, внимание. Но как же его требовать от толпы народа, более занятого собственной личностью, нежели автором и его произведением. Однако мы привыкли игнорировать мнение самих писателей и все решать по собственному разумению, не пытаясь угадывать авторский замысел. Грибоедов, например, писал. «Первоначальное начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я был принужден облечь его». Казалось бы, в цитируемом письме все ясно. Ребяческое удовольствие слышать стихи на театре заставило автора изменить жанр, превратив сценическую поэму в комедию и тем самым несколько снизить пафос произведения. Мы же, как правило, делаем совсем другой вывод, вовсе отрицая какое бы то ни было высшее значение «Горе от ума». Сошлюсь хотя бы на самого маститого исследователя творчества Грибоедова, Пиксанова. Но это были именно замыслы, то есть акты сознания, а не творчества. Ни в одной из сохранившихся редакций комедии мы не встречаем и намека на то высшее значение, которое Грибоедов хотел придать содержанию своей пьесы. Сначала и до конца пьеса осталась бытовой и сатирической, а отнюдь не философской комедией. Если довести до логического конца данную трактовку, то неизбежно придется признать отсутствие у Грибоедова глубокого таланта, а у его комедии не приходящего значения. Когда у читателя нет восприимчивости, внимания, тогда надо отказывать писателю в наличии дара искусства. Так и поступал, например, Ходосевич, честно декларируя свою мысль. Поэтического дара Грибоедов был лишен. Горе от ума. Все же не более, как сатира, произведение, по самой природе своей стоящее, так сказать, на втором плане искусства. При максимальных достоинствах сатира все же бескрыла, как басня. Окрылить ее может только внутреннее преодоление, предание ей второго, более углубленного, общечеловеческого и неприходящего смысла, которого нет в горе от ума. Если делать столь поверхностные категорические выводы, то Грибоедовские загадки навсегда окажутся неразгаданными. Попробуем же, вооружаясь восприимчивостью, вниманием, угадать то, что должно угадывать в превосходном стихотворении, и увидеть в горе от ума откровения и прорицания, без которых, по словам того же Ходосевича, нет поэзии. Параграф первый. Парад монологов. Еще до приезда Чацкого мы получаем представление о том, что этот персонаж остроумно и много говорит, чувствителен и весел и остер, Лиза болтает, шутит, мне забавно, остер, умен, красноречив, София. Действительно, целый поток красноречия обрушивается на Софию и на читателя уже при первом появлении героя. Однако, когда приходишь в себя после этого эмоционального напора, замечаешь, что Чацкий умеет говорить, но не разговаривать. Вернувшись в дом Фамусова, через три года, герой, как будто не прошло недели, начинает требовать от барышни за подвиги награду, то есть за то, что верст больше семисот пронесся, чтобы увидеть свою возлюбленную. София дает эту награду, рассказывая, не скрывая иронии, как она интересовалась Чацким. Кто промелькнет, отворит дверь. Проездом, случаем, из чужа, издалека. С вопросом я, хоть будь моряк. Не повстречал ли где в почтовой вас карете? Герой не слышит явной насмешки и отвечает странной в этой ситуации фразой «положимте, что так». Далее пафос Чацкого нарастает, начинаются сентиментальные воспоминания о детстве, которые, однако, наталкиваются на скепсис Софии, ребячество. Только внешнее значение этой реплики долетает до Чацкого, и он, как ни в чем не бывало, продолжает свое, переходя на прямую бестактность. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ. Без думы, полноте смущаться. София резонно парирует. Да хоть кого смутят. Вопросы быстрые и любопытный взгляд. Чацкий понимает, наконец, что зашел в тупик, и ему ничего не остается, как сменить тему разговора. Следует первый из парада монологов «Монолог о Москве», которым герой вполне оправдывает характеристику «остер», «умен», «красноречив». Перебрав смешные черты общих знакомых, Чацкий примирительно заканчивает сентиментально возвышенным восклицанием. Когда же постранствуешь, воротишься домой. И дым отечества нам сладок и приятен. Но София одной фразой снимет весь пафос. Вот вас бы с тетушкой свесть. Чтоб всех знакомых перечесть. Кажется, остолбенеть можно от такой реакции. Но Чацкий услышал лишь одно слово тетушка. Смысл сказанного пролетел мимо, и он продолжает. А тетушка, все девушкой, Минервой. Все Фрейлина и Екатерина первой. Тетушка оказывается точкой, которая лишь словесным, внесмысловым образом связывает реплики Чацкого и Софии. Это лишний раз подчеркивает, что на самом деле никакого разговора не происходит. Есть только разноплановое изречение двух лиц. Глухота – не исключительное свойство именно Чацкого. Комедия начинается, до появления главного героя. С того, что Лиза стучит, кричит, заводит часы, в надежде быть услышанной Софией и Молчалином. «Вы глухи?» – задает она вопрос, который можно обратить почти ко всем персонажам горе от ума. В той же сцене выясняется, что глухота – не физическое свойство героев, а сознательно или полусознательно выбранная позиция, и слышат, не хотят понять. Фамусов, например, имитирует глухоту в разговоре с Чацким «Добро, заткнул я уши». Сначала они просто не могут найти общую тему. Одного интересует собрание важной вестей, другого – София Павловна. Поэтому герои вынуждены сбиться на предмет, который никто из них обсуждать не собирался, сравнивать век нынешний и век минувший. Но и тут единая тема, как и словесное совпадение в случае с тетушкой, лишь подчеркивает, что высказывания героев практически не пересекаются, следует параллельно, не задевая друг друга. Фамусов, ах, боже мой, он Карбонария. Чацкий, нет, нынче свет уж не таков. Фамусов, опасный человек. Чацкий, вольнее всякий дышит. Совершенно очевидно, что это не диалог, а голематья. Но если прочитать слитно разъятые по ходу разговора реплики Фамусова с одной стороны и Чацкого с другой, то все объясняется, отдельные, осмысленные, но не связанные между собой монологи врезаются друг в друга. Точно так же глухи к словам собеседников и другие персонажи. Скалозуб, Репетилов, князь Тугоуховский, графиня-бабушка. В диалоге двух последних тема доведена до пародийности. Говорят физически глухие люди. Там и высказывается своеобразный эпиграф ко всей комедии «Глухота. Большой порог». В кульминации пьесы, когда Чацкому противостоят уже не отдельные люди, а все общество в целом, он произносит свой самый блестящий монолог в той комнате незначащей встречи. Кажется, что хоть на сей раз острое слово должно настигнуть того, кого оно обличает. Но именно к этому моменту глухота сгустилась до предела, образовав непробиваемый щит, на который наткнулась шпага Чацкого. Все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам. Теперь подведем итоги и определим основной принцип, по которому строится конфликт между Чацким и обществом. Еще Вильгельм Кюхельбекер писал, «Дан Чацкий», «Даны прочие характеры», «Они сведены вместе» и показано, какова непременно должна быть встреча этих антиподов. И только. Это очень просто, но все это именно простоте, новость, смелость, величие этого поэтического соображения, которого не поняли ни противники Грибоедова, ни его неловкие защитники. Действительно, Грибоедов сводит героев в одной пространственно-временной точке, и кто-то из них начинает говорить. Большинство действующих лиц комедии умеет и любит это делать. Слово — их главное оружие. Оно, конечно, может быть довольно грозным. Но лишь при одном условии, если тебя слушают. Герои же горе от ума не только остро говорят, они в совершенстве освоили науку быть глухими. Во время речи одного персонажа другой не слушает, а только ждет повода, а иногда обходится и безо всякого повода, чтобы перебить собеседника и начать говорить о своем. Понятно, что при таких условиях диалоги распадаются на отдельные монологи. Герои не могут не возражать по сути, не соглашаться друг с другом, так как реального соприкосновения между их высказываниями не происходит. Именно поэтому основной конфликт пьесы является комедийным, иллюзорным, кажущимся пересечением параллельных линий. В комическом положении в равномерии оказываются и Чацкий, и общество. Такой конфликт способен лишь выявить несоответствие между разными позициями, ответить же на вопрос, чьи принципы восторжествовали, он не может. Ум Чацкого и ум общества лежат в разных плоскостях. Существование в одной культурно-исторической среде этих двух, не понимающих друг другу умов, и составляет комическую основу пьесы Грибоедова. Параграф второй. Бог знает, в нем какая тайна скрыта. Несмотря на видимую ясность происходящего, вся пьеса оставляет ощущение некой тайны, того, что главный винт действия все же сокрыт от глаз читателя и зрителя. Тайна состоит вот в чем. В конце комедии обе противоборствующие стороны, и Чацкий, и Фамусов, предстают на голову разбитыми. Один бежит искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Другой способен лишь жалобно восклицать, а ты меня решила уморить. Моя судьба еще ли не плачевна? Встает вопрос, кто нанес эти раны обоим героям. Ведь взаимный обмен ударами исключен, глухие не могут пострадать от словесных выпадов. Столкновение между Чацким и Фамусовым иллюзорно, комично, а раны, реальны, трагичны для обоих. То положение, в котором главные герои оказались в конце пьесы, результат всего происходившего действия. Надо сказать, что многие критики находили в грибоедовской комедии именно недостатки действия. Думается, что подобные упреки – следствие того, что внимание обращалось прежде всего на общественный конфликт. А он в горе от ума по самой своей природе не может быть действообразующим, так как построен на словах, а не на поступках персонажей. Движение сюжета осуществляется за счет другого его компонента – любовной интриги. А ей при разборе комедии почти всегда отводилось в второстепенное место. Поэтому возникало некое несоответствие. Основная линия статична, а действие развивается припоследствии якобы вспомогательного механизма. Однако, если мы вернемся к объяснению того положения, в котором Чацкий и Фамусов оказались в конце комедии, то будем вынуждены сосредоточить внимание именно на любовной интриге. Если воззрения основных персонажей настолько различны, что просто не пересекаются в единой точке, то в рамках интриги такая точка легко отыскивается. В любовных треугольниках, которые образуются вокруг Софии, сталкиваются все главные молодые герои – Чацкий, Скалозуб, Молчалин, а также Фамусов, пытающийся влиять на расстановку сил. Именно здесь, а вовсе не в диалогах и монологах, которые никто не желает слушать, происходит основная борьба, связывающая любовную и социальную линии пьесы. Чацкий и Скалозуб, Молчалин – это, конечно, не просто герои-любовники, а носители трех разных мировоззрений. И ведут они борьбу не только за Софию, но и за то, чтобы определять собой век нынешний. Грибоедов использует отношения героев с Софией как повод для того, чтобы свести этих героев в единой плоскости. София – яблоко раздора, Елена, за обладание которой сражаются эллины и троянцы. Понятие век минувший нельзя путать, как это часто делают с другим фамусовское общество. Грибоедов писал актуальную политическую комедию. Ключевский говорил, что «Горе от ума» – это самое серьезное политическое произведение русской литературы XIX века. И век минувший связывался для него с совершенно конкретным историческим временем – Екатериненским. Фамусовское же общество – порождение переходного периода, развилка XVIII и XIX веков. Оно еще не выбрало основного направления, и от этого выбора зависит, какой будет новая эпоха. Задача фамусова и состоит в том, чтобы создать такую общность, которая, основываясь на постулатах Екатериненского времени, объединила бы и наших старичков, и нашу молодежь, не дав веку минувшему кануть в небытие. Страстный борец за преемственность поколений Павел Афанасьевич обозначает свой идеал в монологе «Вкус», «Батюшка», «Отменная манера», рисуя воображаемую картину идиллического общественного согласия. Но Фамусов сам прекрасно видит, что действительность весьма далека от его идеала – ужасный век. Все умудрились не по летам. Тем яростнее он ведет борьбу за век нынешний. Естественно, что главный предмет его забот здесь – дочь София. По возрасту Фамусов не может стать хозяином начавшегося века. Как, разумеется, он не может и претендовать на руку собственной дочери в любовной интриге. Однако в этой интриге Павел Афанасьевич активно участвует, выставляя своего представителя – Скалозуба. Полковник молод, но не по летам предельно полно воплощает один из главных принципов минувшего времени. Человек должен оцениваться не по личным качествам, а по положению, которое занимает и золотой мешок, и метит в генералы. Скалозуб в этом смысле – тип, встречающийся в любой эпохе, носитель старых устоев, оказавшийся в новом времени. Естественно, что Фамусов им сильно бредит. Передать дочь в руки Скалозуба – самый надежный способ сохранить преемственность поколений, спасти век минувший, продлить его в веке нынешнем. Однако ставка Скалозуба бита еще до его появления на сцене. София говорит. Он слово «умного» не выговорил сроду. Мне все равно, что за него, что в воду. Здесь важен не столько отказ от брака со Скалозубом, сколько убийственный для века минувшего критерий оценки человека. Слово «умное» вместо «золотого мешка». Это не частный случай. Само поведение Софии гораздо опаснее для века минувшего, чем все словесные выпады Чацкого, так как подрывает прошлое изнутри. Вступив в определенные отношения с Молчалиным, София отделяет себя от века Фамусова, последовательно отрицая все его принципы. Во-первых, действуя помимо воли отца, она рвет семейственную преемственность, нарушает закон, по которому родители определяют жизнь детей, спросили бы, как делали отцы. Учились бы на старших гляде. Во-вторых, в отношениях с Молчалиным, еще ярче, чем в случае со Скалозубом, проявляется то, что на первый план для Софии выступает сам человек, пусть и воображаемый, а не его положение. В-третьих, в паре София Молчалин нарушается еще один из главных принципов жизни общества – женский режим. Этот режим задается в комедии парой внесценических персонажей, пришедших из женского 18 века – Екатерина II и присмыкающийся перед ней мужчина, вельможа Максим Петрович. И во всей общественной иерархии, отраженной в пьесе, женщины стоят выше мужчин. А дамы, сунься кто, попробуй овладей. Суди всему, везде, над ними нет судей. Этот общественный закон иллюстрируется семейными парами горячей и тугоуховских, последним восклицанием Фамусова, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна, и так далее. Но при внешней незыблемости данного принципа прежняя общественная иерархия, по признаку пола, начинает разрушаться. Молчалин вовсе не горечь, он лишь принимает вид мужа-мальчика, мужа-слуги. На самом деле София не властвует над ним, а наоборот, оказывается слепым орудием для достижения сокровенных молчалинских целей. Итак, часть тайны приоткрыта. Господство века минувшего нарушается не благодаря обличениям Чацкого, а в результате отношений, сложившихся между Софией и Молчалином. Алексей Степаныч незаметно украл Софию у ее отца и его века. Именно Молчалин выиграл незримую схватку с Фамусовым, а он безмолвием его обезоружит. Сам Фамусов этого не понимает, он обманут и не может обнаружить истинного виновника своего поражения. Но с другой стороны, Павел Афанасьевич прекрасно осознает собственный крах, как явление общественное. Я постараюсь, я в набат я приударю. По городу всему наделаю хлопот. И оглашу вы весь народ. В Сенат подам министрам государю. Жаловаться бесполезно. Фамусов повержен окончательно. Занавес в финале горя от ума — это саван, которым накрывают Екатерининский век. Недаром дом Фамусова с самого начала находился в трауре по одному из тузов этого века. Отношения между Софией и Молчалином не только Фамусова сразили, они стали сокрушительным ударом и для его оппонента Чацкого. Два антагониста оказались поверженными одной рукой. В конце пьесы Молчалин скрывается в своем чуланчике, оставляя за собой плач Софии, миллион терзаний Чацкого, сетования Фамусова. В развязке Алексей Степанович не участвует, предоставляя героям как следует прочувствовать их комическое положение. Сам Молчалин — лицо вовсе не комическое. Фамусов и Чацкий — герои слова, которое является их единственным оружием. Но в обществе глухих оно превращается в картонный меч, в этом исток комизма «Горе от ума». Именно поэтому образ Молчалина и не может быть комическим, даже сама его фамилия никак не предполагает словесного фехтования. От других персонажей комедии Алексея Степановича отличает не только склонность к молчанию. Он единственный герой, к которому применимо понятие дела. Помилуйте, что это вдруг припало? Усердие к письменным делам. Один Молчалин мне не свой. И то за тем, что деловой Фамусов. Найдется благонравный. Низкопоклонник и делец Чацкий. Фамусов же, например, вообще не понимает, что такое дело, а у меня что дело, что не дело, и заменяет его хлопотней. Скалозуб даже орден получает за безделье, лишь за то, что засел в траншею. О деловитости Чацкого упоминается. Однако лишь в сослагательном наклонении. Но захоти, так был бы деловой. По ходу пьесы перед нами предстает только одно дело – Молчалина. Ему удалось вступить в такие отношения с Софией, такой принять вид, что все красноречивые ораторы оказались повергнутыми. Неважно, насколько осознанно хотел этого сам герой. Важно то, что это хотел показать Грибоедов. Молчание и дело – вот лозунг героя-победителя в горе от ума. Тип Молчалина выходит на первый план не только в горе от ума, но и в реальной жизни, в последующей российской действительности. Грибоедову удалось различить самое начало процесса и предсказать исход борьбы. Вся русская литература свидетельствует о том, что тип Чацкого исчез, едва блеснув в Рудине, 1856 год, и потерпев там еще одно фиаско. Правда, Достоевский все-таки надеялся, что в России явится Чацкий, который в новом поколении переродился. Однако в художественных произведениях Достоевского нет ни одного свидетельства о том, что ему удалось обнаружить след этого воскреснувшего Чацкого. То же самое можно сказать и о Гончарове. В статье «Миллион терзаний» 1871 год тип Чацкого понимается крайне расширительно. При резких переходах из одного века в другой Чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу в каждом доме. Где под одной кровлей уживается старое с молодым, где два века сходятся лицом к лицу в тесноте семейств. Все длится борьба свежего с отжившим, больного с здоровым. Однако изъяны такого предельно широкого толкования становятся очевидными, как только Гончаров начинает приводить конкретные примеры, взятые, кстати, не из литературных произведений, а из сферы общественной жизни Белинский и Герцен. Но о каком единстве типа может идти речь, если Белинский статья о горе от ума, 1840 год, выказал весьма скептическое отношение к Грибоедовскому герою. Что же касается второго примера, то сам Гончаров вынужден признать, что для сближения с Чацким необходимо отбросить существеннейшие стороны взглядов и деятельности Герцена, политические заблуждения, где он вышел из роли нормального героя из роли Чацкого, этого с головы до ног русского человека. Таким образом, все заверения автора «Миллиона терзаний», что много можно бы привести Чацких, явившихся на очередной смене эпох и поколений, оказываются голословными. Гончаровский и Чацкий вовсе не походят на Чацкого Грибоедовского. На этом фоне большой интерес представляет опыт художественного исследования исторической эволюции типа Чацкого, предпринятый Островским в комедии «На всякого мудреца, довольно простоты», 1868 год. Драматург выводит бывшего обличителя московских нравов Глумова, который из Чацких решил перейти в Молчалины, захотел быть деловым. «Что я делал до сих пор? Я только злился и писал эпиграммы на всю Москву, а сам Баклуша бил. Нет, довольно. Над глупыми людьми не надо смеяться, надо уметь пользоваться их слабостями. Мы в Москве любим поговорить. И чтоб в этой обширной говорильне я не имел успеха. Не может быть. Я сумею поделаться». Глумов раздваивается. Молчалин обделывает дела в обществе, а Чацкий скрывается в потаенном дневнике. Но даже когда обман обнаруживается, Москва решает не оторгать Глумова окончательно. Чацкий, принявший вид Молчалина, был не только безопасен для общества 1860-х годов, но в определенном смысле даже выгоден ему. Один из московских тузов Крутицкий в финале пьесы резюмирует, вызывая одобрение со стороны других героев. «А ведь он все-таки, господа, что ни говори, деловой человек. Наказать его надо. Но, я полагаю, через несколько времени можно его опять приласкать». Бесследно исчезает и тип Скалозуба. Офицеры Лермонтова и Толстого, Лескова и Куприна уже не имеют с ним ничего общего. Примечателен такой эпизод. Когда император Николай I только начал читать Лермонтовскую Беллу, 1839 год, ему показалось, что истинным героям времени выведен Максим Максимыч. Император, конечно, ошибся в Лермонтове, но замечателен сам факт. Николай I увидел героя своего времени в простоватом армейском штабском питании, у которого ни золотого мешка, ни малейшей перспективы стать генералом не было и в помине. Совершенно по-иному обстояло дело с типом Молчалина. Уже в 1833 году ксенофонд Полевой свидетельствовал. «Осмотритесь, вы окружены Молчалинами». И в ревизоре Гоголя, 1835 год, можно найти косвенный намек на появление Молчалиных на исторической сцене. Если бы в 1830-е годы образу важного человека соответствовало представление о людях типа Фамусова или Скалозуба, то такую сосульку, тряпку, как Хлестаков, даже по внешнему виду, никоим образом нельзя было принять за ревизора. А вот перепутать Хлестакова с Молчалином можно запросто. И городничему приходится лишь разводить руками. Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький и тоненький, как его узнаешь, кто он. Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет врачишку, ну, точно муха с подрезанными крыльями. А в 1842-м, в «Мертвых душах» Гоголь выводит прямого духовного потомка Мочалина, дельца Чичикова, как нового героя времени. Нет, пора, наконец, припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца. Достоевский в 1866 году утверждал «Зимние заметки о летних впечатлениях, что почти все персонажи горя от ума покинули Россию. На родине их время кончилось, они перекочевали на запад». «Я видел их там всех, и все они, кажется, ищут уголка для оскорбленного чувства». По крайней мере, чего-то ищут. Поколение Чацких обоего пола после бала у Фамусова. И вообще, когда был кончен бал, размножилось там подобно песку морскому. И даже ни одних Чацких, ведь из Москвы они туда все поехали. Сколько там репетиловых, сколько скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью. Одного молчали на нет. Он распорядился иначе и остался дома, он один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине. Теперь до него и рукой не достанешь, Фамус в ООН и в переднюю к себе теперь не пустит. Он при делах и нашел себе дело. Он в Петербурге и... и успел. Он знает Русь, и Русь его знает. Да, уж его-то крепко знает и долго не забудет. Он даже и не молчит теперь, напротив, только он и говорит. Достоевский сумел увидеть в молчалине зло не только социальное, но и метафизическое. Особый цинизм. Особое дьявольство молчалина в его умении безукоризненно притвориться святым. Он именно антихрист. Полное аудиоиздание, а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании.